Добрый день, коллеги! Ну что, я предлагаю начать. Вы готовы? Да. Тогда, несмотря на то, что мы здесь в почву, в одиночестве, у нас есть депутационные, друзья, коллеги, кого интересует тема восстановления данных. Еще раз, коллеги, здравствуйте. Я хотел бы вам порекомендовать обучение в нашем учебном центре, а если быть точнее, порекомендовать один из курсов, которые я достаточно давно читаю в этом учебном центре. Да, кстати, извините, я не представился. Моя фамилия Губарь, зовут меня Алексей Федорович, я преподаватель учебного центра, занимаюсь здесь обучением практически по всему направлению хеллдеска. Это все, что связано с диагностикой и поиском неисправности как компьютерной техники, так и периферии. Диагностика и восстановление данных, в частности, то, собственно, та тема, ради которой мы сегодня с вами здесь собрались. Это основы сетевых технологий, это обслуживание как настольных компьютеров, так и серверных платформ, и включая мобильные планшеты, смартфоны и так далее. Так что, в принципе, мне есть о чем вам рассказать, но в частности, сегодня мы с вами будем беседовать не о железе, мы с вами будем беседовать не о том, какие проблемы с железом бывают и какие проблемы бывают с программным обеспечением. Мы будем говорить с вами о самом ценном, что есть внутри системного блока, а самое ценное? А что оно самое ценное? Ну, смелее. Жесткий диск. Ну, не само устройство, а я бы отметил, что не самый жесткий диск, а то, что на нем хранится. Это данные пользователей информации, совершенно верно. Дело в том, что, ну, коллеги, согласитесь, если случается страшное и выходит из строя, допустим, графический адаптер или, допустим, материнская плата, ну, максимум, что мы бы погоревали, конечно, попали на определенные финансовые затраты, пошли в магазин, купили совместимое устройство, вставили, установили драйверы и проблем нет. А вот то, что нельзя купить в магазине, если мы теряем наши личные данные, вот это не восполняется. Вот это в магазине мы заменить и купить не сможем. Поэтому самое ценное, что есть внутри системного блока, это данные пользователей. Вот, собственно, о некоторых методах по, если хотите, восстановление утраченных данных, мы сегодня должны будем с вами поговорить. Если, в принципе, тема достаточно простая, актуальная, озвучена, она вас устраивает, тогда я предлагаю начать. Готовы? Да. Замечательно. Замечательно. Да, конечно, проходите. Я предварительно подготовил слайды и буду вот эти вещи показывать вам здесь на проекте. Ну, то есть, без перезагрузки, это будет имитация. Это можно ли я поставить на флешку? На флешку презентацию мою, пожалуйста, никаких проблем, можно будет и после занятий это сделать. У нас с вами два академических часа, то есть, мы с вами занимаемся до полу-третьего. Можно будет потом, когда закончим, подойти и скинуть. Она у меня на рабочем столе здесь, презентажечка лежит. Так, ну, собственно, озвучил ситуацию. Самое ценное, что есть внутри системы блока, это, естественно, данные пользователей. Ну, а теперь, коллеги, что бывает с данными? Ну, давайте сымитируем ситуацию. Вчера было все хорошо, вчера наша папочка с какими-то нужными нам документами была жива, а сейчас у нас почему-то она недоступна. Что может произойти с данными? По какой причине данные могут быть потеряны? Давайте попробуем разобраться с этой ситуацией. Существует несколько причин, по которым данные могут теряться. Банальнейшая причина – случайное удаление. Давайте по очереди попробуем их классифицировать. Случайное удаление. Насколько часто это бывает? Более часто, чем хотелось бы. Не подумали? Взяли, выкинули в корзину, корзину очистили, или еще хуже. При выкидывании в корзину нажали кнопочку shift на клавиатуре. Как результат, они без корзины удалились. Кроме случайного удаления. Далее. Коллеги, может быть, вы подскажете, в вашей практике были потери данных? По какой причине? Переустановка – это значит форматирование, правильно? Форматирование раздела, согласен. Форматирование раздела. Простейший пример, банальнейший пример. Случилось что-то страшное с операционкой, операционная система перестала запускаться. Мы берем установочный диск, приступаем к установке заново в операционную систему, а во время установки, не подумав, форматируем раздел. Как результат, у нас идеально чистая операционная система, прекрасно в эталонном состоянии программное обеспечение, но, к сожалению, нет данных. Бывает такая причина. Еще. Это уже принадлежит категории ошибки файловой системы. Есть такая ситуация. Ошибки. Файловая система. Или другая ситуация очень похожа. Наверняка кто-то уже, может быть, кто-то и неоднократно попадал в ситуацию. На флешку в офисе данные скинули. Мы в надежде, что домой придете, на домашний компьютер перекопируете. Дома принесли, в USB-порте подключили, операционная система Windows-устройство обнаруживает, но при попытке обратиться, говорит, что диск не форматировал. Не было? Не было такого? Нет. Значит, у вас все впереди. У нас у меня тоже проблема, например, и более современный, не открывается, но на домашний компьютер. Современный. Это может быть не совпадение форматов, это не потеря данных, это простейшее. Просто нужно обновить программное обеспечение, чтобы понимать новые форматы хранения этих данных, и тогда проблемы будут. Но это к теме восстановления данных не относится. Это совместимость программы обеспечения. Ну, а по поводу вот этих описанных ситуаций с флешками, это типичная ситуация. Бывает такое? Еще какие причины бывают? Коллеги, а бывало в жизни, что был раздел на диске, а потом исчез? По какой-либо причине? Значит, у вас так же все впереди? Значит, у вас все впереди. Удаление раздела. Удаление раздела. Случайно или вирус, или целенаправно кто-то там, злая шутка чья-то. Как результат удаления раздела, это тоже потеря данных. Еще. А еще бывает неисправность самого устройства, правильно? Жесткий диск может умереть? Флешка может умереть? Неисправность самого устройства, неисправность носителя. Неисправность носителя. Ну, наиболее часто встречаемые причины, по каким причинам данные могут быть потеряны, я не претендую на то, что полный, подробнейший список, наверняка еще какие-то экзотические ситуации бывают, когда происходит сбой в работе программного обеспечения, из-за этого данные удаляются. Но основными причинами на самом деле являются вот эти причины. Давайте сразу по существу. Говоря о теме восстановления данных, существует, собственно, следующее условие. Во-первых, как данные можно восстанавливать? Первое. Самый наиболее простой метод восстановления данных это программный метод восстановления. Программные. Программные методы восстановления. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается, что мы используем специализированное программное обеспечение, причем для каждого отдельного случая свои программки. То есть нужно понимать, что если было форматирование раздела, что нужно использовать лучше вот эту программу. Если удаление раздела, что лучше использовать вот эту программу. А если ошибки файловистемы, то лучше вот эту программу. То есть, чем больше вы этим занимаетесь, тем больше у вас будет опыта по классификации программного обеспечения, специализированного программного обеспечения, которое предназначено для восстановления данных. Что под этим мы подразумеваем? Когда эти методы нам дадут положительный результат? Эти методы подразумевает первое, то есть, чтобы этот метод дал результат, что нужно знать? Первое – физическая исправность носителя. То есть, жесткий диск должен быть технически исправен, флешка должна быть технически исправна. Диагностика? Это диагностика, это исключительно диагностика. Коллеги, просто быть пользователем и уметь восстанавливать данные, не быть техническим специалистом, очень сложно. То есть, вы должны параллельно осваивать вот эти специализации, которые называются холдеск. То есть, вы должны понимать, из чего состоит компьютер, какие устройства, алгоритмы работы, и иметь возможность идентифицировать неисправности и как результат диагностированием заниматься, то есть, диагностикой заниматься. Ну так вот, программные методы восстановления данных можно надеяться на положительный результат, что они дадут положительный результат при следующем условии. Техническая исправность носителя – это первое. Второе условие – данные не были перезаписаны. Данные не были перезаписаны другими данными. Перезаписаны. Ну а если немножечко непонятно, могу пояснить. Простой пример. Вы выполнили, допустим, форматирование раздела. Просто форматирование, в большинстве случаев, если речь идет о магнитном диске, то есть, не SSD, а именно магнитный диск, а чаще всего мы используем именно его пока еще, просто форматирование данных не удаляет. Происходит очистка оглавления, и как результат, если мы просто отформатировали раздел, у нас есть очень высокая вероятность, что с помощью специализированной программы эти данные восстановят. Никаких проблем здесь не вижу, никаких проблем нет. Вот как раз курс, для чего этот рекламный вебинар существует, это замечательный курс диагностики ремонта жестких дисков, восстановления данных. Будет желание, коллеги, придете. Там мы уже более серьезно над этим вещами будем трудиться. Ну а сейчас я вам покажу, не торопитесь. Не торопитесь. Ну так вот, коллеги, простите, опять же, пример. Отформатировали случайно раздел, если после того, как вы его случайно отформатировали, значит, ваши данные вроде бы как пока еще там были, но вы в этот раздел записали уже другие данные, вот в этом случае надеяться на то, что программные методы восстановления вам что-либо дадут, уже не нужно. То есть, пока эти данные не перезаписались, пока на носитель вы не записали каких-то других данных, есть высокая вероятность того, что вы сможете это все восстановить. Идея понятна? Вот смотрите, если эти два пунктика у нас соблюдены, то есть техническая носитель исправен и данные не были перезаписаны, значит, это самое простое, что в теории восстановления. Вот, собственно, на эти методы мы сегодня с вами обратим внимание. То есть, именно по вот этому алгоритму мы на этом бесплатном вебинаре сегодня и будем делать акценты, будем знакомиться с основными методами. Вторая ситуация, то есть, второй метод восстановления. Аппаратно-программные методы. Аппаратно-программные методы восстановления. Аппаратно-программные методы восстановления. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается следующее. У вас не только должен быть компьютер исправный, здесь специализированный оборудование. Вот, кстати, в курсе, который мы с вами здесь фактически рекламируем, а который я рекламирую, есть тема использования программно-аппаратного комплекса, называется он PC-3000. Мы его используем для двух целей. Мы его используем для диагностики и ремонта жесткого диска, как основного носителя. То есть это профессиональное оборудование, несмотря на то, что выпускается российским изготовителем, очень функционально, очень многие вещи позволяет проделывать жесткими дисками. Конечно, не все сильно, бывают такие неисправности, когда PC-3000 будет бесполезен, не сможет вам помочь восстановить сам накопитель. Но бывают и ситуации, когда с помощью PC-3000 вы восстановите этот накопитель. Ну, так вот, не только сам комплекс для диагностики, к нему вместе прилагается, за дополнительные, правда, деньги, программное обеспечение с названием Data Extractor. Data Extractor. И вот это все вместе, в комплексе уже все вместе, оно дает нам возможность использовать уже программно-аппаратные методы для восстановления данных. Вот в этом вебинаре мы, это более сложной технологией, затрагивать эту тему не будем. На нее надо, естественно, не полтора часа, не два часа академических, на нее гораздо больше времени. Я лишь могу констатировать факт, что есть такие методы, мы о них немножечко говорим в курсе. Ну, а здесь я просто их озвучу, а в основное мы сейчас будем, собственно, акцент делать на исключительно программных методах восстановления. Еще раз, если мы делаем акцент на программных методах восстановления, соблюдение двух условий. Техническая исправность накопителя, данные не были перезаписаны. Если это соблюдено, ну что, коллеги, начнем разбирать эти методы. Вы готовы? Для начала, чтобы нам понимать, какие методы восстановления, какие программки нам выбирать, давайте определимся, а как данные хранятся на накопителе. Маленькая тема, небольшая тема, логическая структура диска. Логическая структура диска. Ну, простой пример, коллеги. Если я сейчас открою папку компьютер, вижу локальный С и локальный Д, кто мне может объяснить и сказать, что это за объекты? Как эти объекты принято называть правильно? Используя правильную терминологию, что это? Это разные жесткие диски, это разделы, или это логические диски. Хорошо, тогда по-другому вопрос поставим. Вот есть такое понятие, как раздел жесткого диска, и есть такое понятие, как логический диск жесткого диска. Это разные вещи, или одно и то же. В терминологии Windows для пользователя терминологии, я единственное, что намекну, она упрощает, подменяя некоторые понятия. Между этими понятиями ставится знак крайнест. Но в жизни ставить знак крайнест нельзя. Вот, собственно, давайте с этих нюансов и попробуем сейчас начать. Нам нужно будет познакомиться с понятием раздел жесткого диска. Нам нужно познакомиться с понятием логический диск раздела. И нам нужно познакомиться с очень важным, базовым основополагающим, можно так сказать, понятием файловой системы логического диска. Файловой системы логического диска. Ну, а теперь все по порядку. Запоминаем, коллеги, когда мы открываем папку компьютер, мы видим логическую структуру. Это значит, мы видим там логические диски. Только в виде чего они? В виде логического диска какого-то раздела, или в виде разделов отдельно? А вот об этом давайте нюансы. И начнем мы с вами с понятия раздела. Что такое раздел? Объяснение, что такое раздел, очень просто. Раздел – это просто часть жесткого диска. Часть жесткого диска. Коллеги, давайте я уточню. Я буду сейчас говорить HDD, что означает Hard Disk Drive, подразумевая жесткий диск. Но понимаем, что сюда входит еще и SSD накопитель. Не буду я сейчас разницы детализировать. Понимаем, что это накопитель. Обратите внимание, у раздела не может быть логического имени. То есть раздел – это просто часть. А вот имя, логическое имя, уже есть у логического диска. Что такое логический диск? Это часть раздела. Теперь что такое файловая система логического диска? Файловая система – это правила организации хранения данных. Правила организации хранения данных на логическом диске. Ну а если немножечко размыто и непонятно по части файловой системы, могу привести пример. Вот почему мы сейчас, когда встретились, здесь начали беседовать на русском языке. Не договорились. Потому что общепринято, что язык общения в нашем регионе, в нашем государстве – это русский язык. Я теперь представлю, что я бы, придя в аудиторию, начал с вами беседовать на языке хинди, при условии, что вы хинди не знаете, а я, наоборот, не знаю русского языка. Совершенно разные правила общения, значения слов, и мы друг друга не помним. Вот и операционная система. Когда она на логический диск сохраняет данные, она не в произвольном порядке их бросает. Есть определенные служебные записи, которые она пополняет, заполняет, когда записывает какие-то данные. Вот эти правила называются файловой системой. То есть, фактически, на языке пользователя – это язык диалога между операционной системой и логическим диском. Так же, как и в мире людей, языков общения существует очень много, так и файловых систем существует очень много. Так же, как и в мире людей, нельзя предположить, что отдельно взятый человек может понимать все языки мира, так и операционная система. Она не может понимать всех файловых систем. Поскольку мы с вами чаще всего работаем с операционными системами Microsoft, давайте остановимся на той же самой Win7, наиболее популярной на сегодняшний день операционной системы. Какие файловые системы она понимает? Давайте их перечислить. Да вы что? Тогда для вас новая информация. По умолчанию наиболее чаще всего встречаемые и рекомендуемые файловые системы с обозначением NTFS. Но это не единственная файловая система. ExFAT. Есть FAT32, совершенно верно. Есть FAT16. Есть FAT12. Если мы говорим о разделах, именно разделах. Последняя, правда, не совсем к разделам относится. FAT12, она на флопе дисков использовалась, хотя и в принципе на разделе ее тоже. Но для этого раздел должен быть очень маленький получить. Все-таки это с большой натяжкой можно искать файловые системы для логических дисков. Тем не менее, она есть. Вот этот списочек файловых систем для разделов, для дисков, которые понимает современные Microsoft операционные системы. Ну, допустим, есть X2, X3, X4. Это файловые системы, с которыми Linux работает. Microsoft по умолчанию их может понимать? Нет. Не может. Вот он списочек, который Microsoft понимает. Это к вопросу о том, что если мы на флешке создали логический диск, ну или просто отформатировали флешку, то есть той файловой системы, которую Microsoft и Windows не понимают, читать эти данные и писать средствами Windows мы на нее не можем. Ну, так же, как если бы я начал говорить, как я уже говорил, на другом совершенно языке. Вот это, что касается файловых систем. Теперь, собственно, давайте еще разочек уточним. Раздел – это часть физического устройства, логический диск – это часть раздела. То есть, получается, как бы одна структура вкладывается в другую. В папке «Мой компьютер» мы всегда видим логические диски. Давайте определимся, какие разделы бывают. Классификация разделов. Раздел. Существует два типа разделов. Основной раздел. В английской транскрипции будет называться «primary partition». Основной раздел или «primary partition». Partition – это есть раздел, «primary» – это как раз основной. И существует второй тип разделов – это дополнительный раздел. Дополнительный или «extended partition». «extended partition». Дополнительный раздел. В чем может быть разница, и в чем между ними разница? Разница будет колоссальная, коллеги. Основной раздел – это фактически и есть логический диск. То есть, когда мы на жестком диске создаем основной раздел, на весь размер основного раздела автоматически создается один логический диск. То есть, если мы на жестком диске создали на весь объем один основной раздел, у нас получился один диск «C». Два основных раздела создали, получился диск «C» и диск «D». Три основных раздела создали «C», «D», «E». То есть, когда мы с вами создаем основной раздел, его логический диск, там только один, на весь его размер создается автоматически. Это первый, как бы, комментарий к основному разделу. Второй комментарий. Основных разделов на жестком диске может быть несколько. От чего это зависит? Сколько? Зависит от того, под управлением какого программного обеспечения работает материнская плата. Коллеги, вот такая аббревиатура знакома? BIOS – базовая система водовыводов. Что из себя представляет? Это служебное программное обеспечение, с помощью которого операционка управляет оборудованием. Оно является частью по материнке, оно хранится не на жестком диске, оно хранится в специальной микросхемке на материнской плате, которая называется микросхема флэш-памяти. Так вот, сейчас есть две категории материнских плат, которые работают под управлением старого BIOS, и есть уже новые материнские платы, которые работают под управлением UEFI. Слышали? BIOS? Ну, тогда знакомьтесь. То есть, очень высокая вероятность, почти 100%, если вы сейчас новый компьютер или новую материнку покупаете, она уже управляется у UEFI BIOS. Вот количество разделов, которые можно создать на новом диске, зависит от этого. BIOS поддерживает BIOS до 4 разделов на жестком диске, UEFI BIOS поддерживает до 128 разделов на диске. Ну, это ограничение заложено вот в этом программном диске. И при этом UEFI BIOS не поддерживает дополнительных разделов. С точки зрения UEFI BIOS такого раздела не существует. То есть, UEFI BIOS работает только с основными разделами. Ну, а теперь смотрите, коллеги, основной раздел, еще раз, это фактически есть логический диск, их может быть несколько, сколько я сказал, это зависит от программного диска, под управлением ЧГУ работает материнская плата, и основной раздел фактически может быть не один. Теперь, что такое дополнительный раздел? Во-первых, он необязательный, его может не быть на диске. Во-вторых, в дополнительном разделе можно создать несколько логических дисков. Несколько логических дисков. Сколько? Естественно, минимум это один, а максимум, почему четыре? Коллеги, не путайте, раздел логический диск это разные вещи. Вот это ограничение для разделов, не для логических дисков, а для разделов. А логический диск это часть разделов. Причем здесь-то их может быть несколько. Коллеги, максимум зависит от версии от операционной системы. Классически, чтобы совместимость со старыми операционками была, если брать именно старые, типа 98, Windows, DOS, максимальное количество разделов 23. Для современных операционных систем это не предел. Современные операционки позволяют и большее количество логических дисков. Но это уже особенно современного пола. Старая пола могла работать только, ну давайте так, ссылочку, чтобы моя совесть была черта, это старая программная обеспечения. Ну, собственно, смотрите, коллеги, в итоге что мы получаем? Получаем следующее, что вот, допустим, вот этот прямоугольничек это жесткий диск. Во время установки операционной системы на жесткий диск должны копироваться данные, правильно? На физически неразмеченный диск это не будет, данные копируются на логические диски. А в итоге, значит, ну, к примеру, если нам нужно три логических диска, мы можем сделать три основных раздела, можем сделать первый основной раздел, второй основной раздел, третий основной раздел. Тогда это диск С, это диск Д, это диск Е. Получили результат? Получили. А можно по-другому поступить? Что можно по-другому сделать? Можно сделать по-другому. Давайте я малиновую. Можно вот эту часть отвести под один дополнительный раздел и внутри создать два логических диска, правильно? И в итоге все равно мы получим это С, это Д и это Е. Что в принципе в виде трех основных разделов, что в виде одного основного раздела и одного дополнительного, для пользователя это без разницы. Согласны? У нас в папке мой компьютер все равно показываются только логические диски. То есть это можно добиться, этого результата можно добиться двумя способами. Или создать три основных раздела, или один основной, один дополнительный и дополнительный на два логических раздела. Коллеги, не буду вдаваться в сложности, в сложности, которые за это короткое время нельзя здесь будет дать. Вот второй вариант с использованием дополнительного раздела, он менее предпочтительный. Он менее надежен с точки зрения потери данных, допустим, и так далее. Поэтому если у вас есть возможность обойтись только основными разделами, лучше обходиться ими. Это я просто совет свой от жизни вам. Когда мы устанавливаем винду, она к помощи дополнительного раздела прибегает только тогда, когда она без него не обойдется. Она точно так же в приоритетном порядке сначала будет пытаться использовать только основные разделы. Современная винду. Семерка, восьмерка и так далее. А старый, второй логический диск уже в виде дополнительного раздела, логического диска дополнительный. Он автоматически это делает. Ну, а коллеги, это на самом деле очень легко проверить. Как посмотреть, какие разделы и в виде чего эти логические диски. Еще раз смотрите. Вот сейчас, если я открою папку «Мой компьютер», это логические диски. Это может быть, вот это, скорее всего, основной раздел, а вот это, это может быть логический диск дополнительного раздела. А может быть тоже основной раздел. На самом деле, посмотреть очень просто. Нам нужно запустить управление дисками. Есть такая программа, встроенная в операционную систему. И посмотреть, в виде чего эти логические диски созданы. Ну, отлично. Ну, у меня здесь не совсем, как бы, логичная структура. Не обращайте внимания, коллеги, это уже так просто получилось. Вот он, первый раздел на диске. При этом, смотрите, расшифровочка какая, что за раздел. Основной. Вот он, второй раздел на диске, расшифровочка, заголовка какая, тоже основной. То есть, у меня это без дополнительных разделов обошлось. То есть, понять, в виде чего логические диски, в виде основного раздела, или в виде логического диска дополнительного раздела, средствами операционки, вы можете легко, открыв управление дисками. Коллеги, с этим разобрались. Что такое логическая структура, понятно? Ну а теперь, коллеги, вопрос. А где хранится сведение о разделах? Сведение о разделах где хранятся? Тогда главная загрузочная запись. Мастер. Буд. Рекорд. По первым бокам МБР. Опять же, чтобы моя совесть была чиста, вот эти сведения я вам даю в том случае, когда ваша материнская плата будет работать под управлением обычным бирусом. То есть, если материнка работает под управлением уефи бирус, эта запись, она там уже по-другому. Ну там уже сложнее, опять же, за короткое время мы так просто здесь не покажем. Попроще. Начинать всегда с простого нужно. Правильно. Во-первых, что она из себя представляет? Коллеги, вопрос. А что внутри из себя представляет жесткий диск? Я не имею в виду, там пластины и так далее. Куда пишутся данные на жестком диске? Ячейка, элементарная ячейка, перезаписываемая ячейка, называться будет сектор. Слышали такое понятие? Давайте еще разочек. Что такое сектор? Сектор – это минимальный перезаписываемый объем носителя. Не важно флешка, не важно CD-ROM или не важно диск hard или там SSD. То есть, что понимаем? Понимаем, что у каждого сектора есть свой уникальный идентификатор в виде номера сектора или адреса, обычно говоря. Именно по этой причине любой сектор можно идентифицировать. То есть, другими словами, с точки зрения логики работы контроллеров, микросхем, жесткий диск – это много-много-много секторов. И у каждого сектора есть свой уникальный номер. Сектор может вмещать в себя или 512 байт данных, или в новых накопителях SSD это будет 4096 байт данных. То есть, вот это для SSD чаще всего. Хотя и для некоторых магнитных, но их очень мало. То есть, вот это для HDD. То есть, каждый сектор вмещает 512 байт. Еще что нужно будет знать. У каждого сектора есть свой номер. Метод адресации секторов, который сейчас используется операционными системами, называться будет L2. Увидите такую аббревиатуру, понимаем, что речь идет об адресе сектора. Адрес сектора. После вот этой аббревиатуры L2, что означает логика блок-адресинг, логическая адресация блоков под блоком, понимается сектор. Идет номер, циферка. В десятичном формате. Начиная от нолика и несколько, там сотнями миллионов, в зависимости от объема жесткого диска. То есть, самый младший сектор на жестком диске имеет номер L2A0. То есть, вот так я напишу L2A0. Это сектор, номер его, который является самым началом жесткого диска. Это понятно, коллеги? То есть, у каждого сектора есть свой уникальный идентификатор в виде номера. Ну, а теперь давайте возвращаться к главной загрузочной записи. Сейчас я обновлю страничку, чтобы мусора не было. Мастер Бут Рекорд. Главная загрузочная запись. Где можно для себя отметить, что создается на этапе создания разделов. То есть, когда вы создаете разделы на жестком диске, у вас формируется главная загрузочная запись жесткого диска. МБР представляет из себя один сектор. Значит, все, что там хранится, оно будет иметь максимальный размер 512 байт. Больше в сектор не помещается. Адрес у этого сектора в формате L2A0. То есть, этот сектор будет являться началом жесткого диска. Ну, а теперь, что включает в себя главная загрузочная запись. Главная загрузочная запись включает в себя следующие составные части. Там находится маленькая программка, служебный загрузчик, можно так назвать, IPL1. Инициал программ лоудинг. Давайте, коллеги, сейчас не будем застрять внимание о процессе загрузки операционной системы. Одно лишь могу сказать. Без этого загрузчика, без этой служебной программы у вас не будет загружаться операционная система жесткого диска. То есть, да. А как сделать, чтобы... Ну, чтобы программа... Посмотреть? Нет, операционная программа установочная, Windows. Можно было устанавливать либо флешки, либо... Ну, это флешка установочная вам создать средствами Windows. Дополнительно, какой-то программкой не может? Можно программкой, а зачем, когда есть командная строка, есть некоторый набор команд, последовательность введенных этих команд позволит вам создать флешку. Вы у нас на курсах по настройке не были? Нет. Единственное, что я могу, я не могу сейчас об этом рассказать, потому что это не тема, естественно, нашей беседы. Если планируете, придете на курс, у нас есть по настройке компьютеров два курса, СИС 0, это базовые возможности, и СИС 1, расширенные возможности. Вот на СИС 1, расширенные возможности, придете, там одна из тем, создание установочной флешки. То есть флешки, с которой будете устанавливать операционную систему. Мы с вами запускаем командную строчку и практикуемся это делать. Ну так вот, коллеги, еще раз, что такое МБР? МБР создается в момент создания разделов жесткого диска. Разделы мы создаем, когда на диск ставим операционную систему, правильно? Чаще всего. Так вот, МБР это первый физический сектор с адресом Ай-2.0 и содержит маленький загрузчик Ай-1, служебная программа. Прямо сейчас я ее покажу, если вы не испугаетесь, коллеги. Я не просто говорю фразу, если вы не испугаетесь, готовьтесь. Дело в том, что эта программка, это не то, что мы привыкли внутри файловой системы видеть. Как мы внутри Windows или внутри логического диска видим программу? По названию, правильно? Мы видим оглавление. Здесь же никакого оглавления не будет, здесь будет уже содержимое программы. А содержимое программы внутри это 16-ричный код. Не пугайтесь, я вам сейчас с помощью редактора 16-ричного покажу этот загрузчик, покажу, где он там внутри МБР. Ну так вот, коллеги. Еще раз, он участвует в загрузке операционной системы. К нашей теме восстановления данных или потери данных он не относится. То есть даже если этот загрузчик будет убить, данные на диске не теряются, у нас просто перестают грузиться операционной системой. А вот то, что нас интересует, там находится Partition Table, таблица разделов. Она состоит из четырех записей по 16 байт каждая запись. И каждая запись характеризует свой раздел жесткого диска. И поэтому ответ на вопрос, почему больше четырех разделов мы в этом случае на диске создать не можем. Понять? Потому что в том месте, где содержатся сведения о разделах, стандартно предусмотрено сохранение сведений только лишь по четырех разделах. И там еще есть некая служебная запись с названием сигнатуры. Сигнатура переводится как подпись. Она не зависит ни от операционки, ни от файловой системы. Она всегда должна быть вот такого содержимого. С помощью сигнатуры программное обеспечение проверяет исправность главной загрузочной записи. Ну, это как подпись. Подпись под документом в мире людей, а здесь вот такая сигнатура. То есть, есть МБР, нет МБР, проверяется по сигнатуре. Ну что, коллеги, готовы посмотреть? Готовы. Ну, во-первых, слайдик могу показать. Вот, собственно, готовясь к этому вебинару, я сделал вот этот слайдик. Вот о чем мы поговорили, что существует два типа разделов. Существует основной раздел, существует дополнительный. Кстати, если дополнительный раздел есть, посмотрите, как он будет выглядеть. Видите? Синенький заголовочек. Основной раздел. Синенький заголовочек. Основной раздел. А вот это темно-зеленая рамка. В управлении дисками. Вот этот слайд, это управление дисками. Вот то, что я показывал в операционной стене. Если есть дополнительный раздел, он будет обводиться вот такой зеленой рамкой. Вот это признак дополнительного раздела. А вот теперь главная загрузочная запись, коллеги. Сектор с адресом 0. Вот, собственно, вот это содержимое, это и есть главная загрузочная запись. Очень сложно сейчас разлететь, поскольку много-много цифр. Поэтому давайте я попроще поступлю. У меня здесь на компьютере установлено программное обеспечение, которое называется Paragon Hard Disk Manager. Вот, собственно, смотрите, текущая конфигурация разделов. Вот то, что мы через управление видели, это уже с моего сейчас текущее состояние диска. Есть локальный диск, это первый основной раздел. Есть неразмеченный кусочек. И есть второй основной раздел. Здесь файловая система NTFS, здесь файловая система FAT32. И то, и другое Windows поддерживает даже старые операционные системы. А вот теперь смотрите, коллеги, чтобы мне открыть сейчас 16-ти речный редактор, я должен вот здесь в заголовочке выделить базовый MBR жесткий диск, правая кнопочка мышки, редактировать, показать сектора. Это и есть запуск 16-ти речного редактора. И вот, собственно, то, что мы сейчас с вами видим, это и есть содержимое сектора с адресом 0, L2-0. А L2-0 это что? Это главная загрузочная запись жесткого диска. Видим? Ну, а теперь, коллеги, еще раз. Вот эта часть главной загрузочной записи, выделенная мной, представляет из себя ничто иное, как вот тот самый обозначенный нами загрузчик IPL-1. Ну, только что мы с вами поговорили. Это программа, участвующая в загрузке операционной системы. Более того, может быть, кто-то встречал в жизни неприятную ситуацию. Включаете питание компьютера, и вместо привычной заставки о загрузке операционной системы, у вас на черном экране появляется на черном экране сообщение об ошибке. И role-loading operating system было в жизни. А у вас? Не, ну, значит, у вас еще все впереди. А теперь посмотрите, вот сюда. Я выделил текст, видите? Откуда этот текст берется? Текст от сырости появиться не может. Если у нас при загрузке возникает аварийная ситуация, и на экран выводится сообщение об ошибке, сообщение об ошибке вводит какая-либо программа, которая в этот момент загрузкой управляет. Знакомые сообщения. Теперь вы знаете, кто из загрузчиков ругался. Загрузчик IPL-1 может выдавать одно из трех сообщений об ошибке. Или invalid partition table, или role-loading operating system, или missing operating system. В зависимости от того, по какой причине он дальше не смог продолжить загрузку. Но в любом случае, еще раз, это просто для, ну, если хотите, самообразования. К теме нашего курса, к восстановлению данных этот загрузчик не относится. Это лишь возможность, невозможность загрузить операционную систему. А вот она табличка разделов. Вот здесь заполняются сведения о разделах жесткого диска. Это ровно 64 байта. При этом состоит таблица разделов из четырех записей по 16 байт. Первая запись характеризует первый раздел диска. У меня есть первый раздел диска? Есть. Вторая запись характеризует второй раздел диска. У меня второй раздел есть? Есть. Третья запись характеризует третий раздел диска. А у меня есть третий раздел на диске? Нет, у меня было. Я вам только что показывал, коллеги, сколько разделов? У меня два раздела. Вот они, два раздела. Вот он раз, вот он два. То есть третьего раздела у меня нет, поэтому в той части таблицы раздела, где должны содержаться сведения о разделе номер три, у меня нолики. И есть четвертая запись о четвертом разделе диска, которого у меня также нету, поэтому в этой записи, поскольку раздела у меня нет, я вижу тоже нолики. То есть еще раз, наиболее важная часть главной загруженной записи это таблица раздела. А теперь представьте, коллеги, если вот здесь нолики появятся, то есть вместо этой записи появятся нолики, что это будет означать? У меня исчезнут сведения о первом разделе, значит он перестанет существовать. А если вот в этой записи появятся нолики, у меня исчезнут сведения о разделе номер два, значит у меня диск перестанет существовать. Правильно? Так что очень важная часть данных хранится в одном маленьком секторе жесткого диска. А вот она, это 2 байта имеет размер, озвученная мною сигнатура. Сигнатура. Вот она, 5,5АА. А дальше граница секторов и паровой редактор 16-речный, вот этой синей чертой показывает, что сектор с адресом 0 закончился, а вот этот уже сектор, видите, с адресом 1. Он меня не интересует, меня интересует только 0 сектор. Собственно, коллеги, не пугайтесь 16-речного вида, если вы твердо решили заниматься восстановлением данных, 16-речными редакторами вы должны подружиться. Потому что вот он конкретный пример, вот он таблица разделов. Пример я уже привел. Очистка этой таблички разделов это пустой жесткий диск. А вы должны будете проанализировать, попав в эту ситуацию, с чем связаны потери сведений разделов, с реальным удалением или с чем-то еще. Поэтому вот этот сектор вы должны уметь разбирать досконально, ну как табличку умножения учили, так и здесь вам придется очень-очень постараться и научиться эти все записи здесь идентифицировать и понимать. Конечно, это не тема бесплатного вебинара, здесь мы не сможем подробно об этом поговорить. Но суть, в любом случае, вы должны понимать, что МБР это вот эти три записи. Я вам их сейчас идентифицировал, показывал. Окей? Ну что, коллеги, давайте сымитируем сейчас первую ситуацию. Она в жизни. Да. В редактору? Например, если подойти к клиенту, у него пропала информация второго диска. Проверяем, сейчас смотрим, потом абсолютно могли, из-за чего это может быть. Ну, как раз я хотел сымитировать ситуацию. Все, извините. Давайте попробуем сымитировать первую ситуацию. Буквально на словах пользователя следующее. При попытке включить компьютер на черном экране сообщение примерно следующее. Бут. Фейлер. Бут фейлер. Никто не попадал. Или диск бут фейлер. Или сообщение. Ребут, инсилерт, поприбут девайс, ну и так далее. Было, да? Вот это сообщение бывает в том случае, когда по какой-либо причине не смогла быть идентифицирована главная загрузочная запись жесткого диска. То есть МБР не был найден. Не идентифицирован. В чем причина? Первая причина. Может быть, жесткий диск по какой-либо причине исчез, исчезнуть из списка оборудования. То есть проблема с параметрами жесткого диска в SATA BIOS. Такое возможно? SATA BIOS. Проверили жесткий диск в SATA BIOS и есть. Значит, это не является нашей причиной. Вторая причина. Вторая причина может быть следующая. Повреждена сигнатура главной загрузочной записи. Еще раз. По сигнатуре у нас программное обеспечение понимает наличие МБР. Если сигнатура будет повреждена, программное обеспечение будет считать, что главной загрузочной записи нет. Третья причина. Весь МБР или часть МБР поврежден. Обнулился. Такое тоже может быть. Бывает. Ну, а теперь давайте попробуем идентифицировать эту проблемку, как она. Вот, с отжилением, здесь для идентификации, если я захочу сымитировать эту ситуацию, мне, предсто, требовалось бы перезагружаться, я не имею права, поэтому здесь я буду на слайде показывать. Вот что на этом слайде. На этом слайде я показал рабочую ситуацию до внесения вот этой ошибки сигнатуры. У меня на жестком диске. Раз, два, три, четыре раздела. Четыре раздела. Раздел System, раздел OSX, новый том и раздел HP Recover. Раздел восстановления. Это с брендового компьютера сделано. То есть, все хорошо. Дальше, я запустил 16-речный редактор. Коллеги, в 16-речном редакторе не только вот такой программ бывает. Вот эта программка, которая называется, она тоже является 16-речным редактором, она называется DiskEdit. Ее я вам сейчас продемонстрировать не могу, потому что она работает среди DOS. То есть, это старый DOS-овский 16-речный редактор. Естественно, чтобы запустить, мне надо будет с этого диска перезагрузиться. Я, естественно, это делать не буду. Я запустил 16-речный редактор, и что делаю? Вот эту сигнатуру, вот эти последние два байта в конце МБР, я обнулил. То есть, было сколько здесь, что здесь было записано? Было 55AA. Я изменил на 0-0-0-0, то есть, убил сигнатуру. Ну, то есть, сымитировал ситуацию, как будто злобную вирусу взял и сигнатуру обнулил. После того, как я сохранил эти изменения, перезагрузил компьютер, при перезагрузке я на экране увидел такое сообщение. No, boot disk и так далее. Вот это сообщение тоже говорит о том, что не идентифицирована главная загрузочная запись. Нет загрузочного диска. Не идентифицирована главная загрузочная запись жесткого диска. Что вот в этом случае я вам буду предлагать делать? Во-первых, загрузиться с аварийного носителя, с какого-нибудь диска, который вы используете для аварийной загрузки, когда не грузится основная операционная система. И открыть программу, вот здесь программка Paragon, такая же, ну, только старенькая версия, Paragon Hard Disk Manager, которая нам показывает, что разделов на жестком диске шрам. Нет, вот эта надпись free говорит о том, что свободно все, никаких проблем. Ну, а теперь смотрите, коллеги. Давайте, вот, собственно, подведем итог. Что в этом случае надо сделать? Чтобы определить, или это сигнатуры, или это МБР, таблица разделов повреждена, таблица разделов, я вам рекомендую, используя диск аварийной загрузки, диск аварийной загрузки, произвести загрузку любой программки, с помощью которой можно смотреть и наблюдать, и оперировать разделы. Ну, допустим, тот же самый Paragon Hard Disk Manager загрузили. Даже если Paragon Hard Disk Manager показывает вам пустой диск, пустой, без разделов, не торопитесь делать никаких выводов, не надо торопиться. Вот очень часто ошибка пользователя. Пользователь со своего диска загрузился, запустил, увидел, не то, увидел пустой диск, и что? Ну, во-первых, поплакал, погоревал по поводу потерянных данных, правильно? А второе, берет сразу же диск установочный с операционкой, и начинает во время установки, запускает установку, начинает заново ставить операционную систему. Коллеги, это грубейшая ошибка, после которой вот эти методы восстановления, которые я покажу, уже не дадут никакого результата. Первым делом, не надо, увидев вот это, паниковать. Надо посмотреть таблицу разделов. Надо открыть 16-личным редактором МБР и убедиться. Посмотрите, пожалуйста, я вот там же в этой программке запустил. Посмотрите, пожалуйста, сюда, коллеги. Вот отсюда с этого байта начинается таблица разделов. Видите, она не пустая. Средни-то о разделах остались. А почему их не видела ПО? Потому что нет сигнатуры. Еще раз, сигнатура – это некая подпись. Есть стандартная процедура загрузки операционной системы. Во время загрузки жесткого диска должно произойти чтение главной загрузочной записи жесткого диска. Если по какой-либо причине сигнатура неисправна, программное обеспечение считает, что главной загрузочной записи нет, а значит, она не читается, а значит, таблица разделов в память не попадает. Отсюда мы и видим, запустив парагон, что нет разделов, а на самом деле сведения у них есть. Вот если сведения о разделах живы, табличка разделов, еще раз, вот он акцент, вот она табличка разделов, вот с этого байта 80, где содержится, начинается таблица разделов. А значит, надо что тогда сделать? Надо проверить сигнатуру, она, скорее всего, убита, и ее восстановить. Тем же редактором циферки 55AA. Вот здесь я как раз и показываю, как я ее восстанавливаю. Просто брал, вставил курсорчик сюда, на коллегатор, как в текстовом редакторе 55, вставил курсорчик сюда, АА. Дальше write сохранить. А теперь смотрите, к чему это привело. И это привело моментально, даже без перезагрузки. Я обновил информацию в парагоне, и я увидел, раз раздел, два, три, четыре. Все разделы появились. То есть для того, чтобы в этом случае восстановить данные, требуется 30 секунд времени. Если обновил сигнатуру, то есть сигнатура может быть правильной, только 55AA. Других сигнатур не бывает. Еще раз, коллеги, сигнатура вот здесь. Сейчас еще разочек открою. Вот она сигнатура. Вот она, выделена мной, эта сигнатура. То есть если бы я имел возможность сейчас компьютер перезагрузить, я бы убив сигнатуру, получил такое же сообщение об ошибке при попытке загрузки жесткого диска, а со своего аварийного диска загрузил, запустил бы этот же парагон, и вот здесь увидел, фри, не занято, не размечено. Но при этом, открыл бы редактор, и увидел, что табличка разделов жива, но нет сигнатуры. Подправил бы сигнатуру здесь ручками, дальше обновил конфигурацию, и тут же даже без перезагрузки увидел восстановленный раздел. Технология понятна, коллеги? Вот итог. Надо будет, после того, как вы убедитесь, что вроде бы разделов нет, надо проанализировать, то есть необходимо сделать анализ MBR на предмет наличия Partition Table, если она есть, например, наличие сигнатуры, и в случае необходимости сигнатуру исправить. После этого или перезагрузиться, или обновить конфигурацию, и у вас разделы восстановятся, при условии, что таблица разделов была жива. Чего-то грустно смотрим, коллеги. Веселее на жизнь смотреть. Это простейшие вещи. В итоге первую ошибочку сымитировали. Вторая ошибочка. Неисправность идентификатора раздела. Если ошибка сигнатуры приводит к полной потере данных, то есть у нас не видит система разделов, правильно? То неисправность идентификатора раздела это потеря данных только в том разделе, где этот идентификатор неисправен. Что такое идентификатор раздела? Ссылочку можно для себя отметить. Ведь идентификатор раздела это его 16-ти речный код, который несет информацию о самом типе раздела и его файловой системе. Ну, практически пример, смотрите, коллеги. В таблице разделов идентификатор первого раздела это вот этот байт, идентификатор второго раздела вот этот байт. То есть, есть определенные структуры. Еще раз, коллеги, на бесплатном вебинаре нам сложно будет расшифровать, что каждый байт означает. Здесь только самое основное. Вот у нас сведения о первом разделе. И вот этот байт говорит о том, что это раздел основного типа и файловой системы NTFS. То есть, если раздел основной и файловой системы NTFS, то его идентификатор всегда будет 0.7. Стандартно. Вот сведения о разделе номер 2. Это тоже основной раздел, а файловая система какая? ФАД. Там у меня. И если это основной раздел файловой системы FAT, то идентификатор может быть или 0C, или 0B, в зависимости от размеров этого раздела. 0C или 0B. Хотите, я вам покажу, к чему приведет ошибка. И здесь я уже без проблем, без перезагрузки могу показать. Ну, допустим, я 63 изменил, сохранил. Да? И что я вижу? А пока я ничего не вижу. Почему? Догадываемся. Обновить конфигурацию. Оп! И что я получил? Я получил совершенно непонятную файловую систему, а значит, все данные на диске D, которые хранились, в одночасье, в 3 секунды, даже в доле секунды, стали недоступны. Видим, коллеги? То есть, если вы видите, вот допустим, что данные с какого-то раздела исчезли, исчезли сведения о файловой системе. Именно, когда программка вот подобного типа вам показывает раздел, но говорит, что непонятная файловая система. Что нужно сделать? Нужно, опять же, открыть МБР и посмотреть, какой идентификатор задан для этого раздела. Коллеги, как разобраться в жизни, для какой файловой системы, какой идентификатор? Коллеги, это справочные данные, откройте Википедию. Пожалуйста, для файловой системы FAT это свой идентификатор для NTFS, свой идентификатор для Linux, для macOS там свои идентификаторы. То есть, вы эту информацию с справочника можете взять. Главное знать, какая файловая система была. Что я сделал? Я сейчас восстановил идентификатор оригинальный и обновляю конфигурацию. и в итоге, опять же, на восстановление данных у меня ушло ровно в 0,3 секундах. Я не говорю, что в жизни часто эти ошибки бывают, но они вероятны. Пусть маленькая вероятность, но она есть. И с этого надо начинать. Нужно начинать с анализа именно разделов и файловой системы. Всегда. И не торопиться создавать новых разделов, потому что, как только вы создадите старые разделы, восстановить старые вы уже не сможете никогда. Коллеги, вторая ошибочка понятна. Разобрались с ней. Еще раз, давайте теперь уже как бы подведем итог. И сигнатура, первая ошибка. Ошибка сигнатуры. И неисправность идентификатора раздела это ошибочки встречаются, но не так часто. А чаще всего бывает банальное удаление раздела. Бывает? Бывали, запросто взяли, удалили раздел, а потом только вспомнили, оказывается, там были файлы нужные. И что делать? Ну, вот вы в жизни попадали в эту ситуацию? И что делать? Чего? Обращались к специалисту. Денег платили, правильно? Нет. На работе своей. А, но если на работе, если знакомые, друзья, хорошо. В большинстве случаев это платные услуги. Цена вопроса зависит от вашего имиджа и от того, где вы эту операцию будете делать на рынке. Там цены очень маленькие, но и вероятность не очень босая будет. Смотря к какому специалисту попадет ваш носитель. Я просто могу констатировать факт, когда элементарные вещи можно было в один присест это сделать, когда диск отдавался, якобы специалисту отдавался залог денег, а диск возвращался с полностью убитыми данными, которые реально восстановить нельзя. И с отговоркой, у вас очень сложная ситуация была, ничего сделать нельзя было. Я могу много примеров на эту тему приводить, коллеги. Вообще, по части восстановления данных, когда вопрос не стоит в починке самого накопителя, когда действительно требуют профессиональной подготовки, вот эти программные методы, это легко делать обычному пользователю. И не надо рассчитывать на кого то. Пытайтесь сами. Не хватает знаний, обучайтесь. Есть возможность в интернете смотреть, есть возможность приходить к нам на курс. Приходите, будем этим заниматься. А теперь давайте попробуем удалить раздел. вот там слайдики. Вот этот слайдик показывает как раз ошибку идентификатора раздела. Я точно так же сымитировал ее здесь. А вот теперь удаление раздела. Что я сделал? Я взял парагон и вот этот раздел, который здесь, в этом месте был, что я сделал? У-да-ли-л. А теперь смотрите, восстановление раздела мы можем с вами использовать много программ. Давайте опять же, чтобы у вас по максимуму осталось разумных и правильных алгоритмов. Что делать, если раздел был удален? Первое. А. Запускаете 16-ти речный редактор и производите и производите анализ таблицы разделов. Анализ partition table. Анализ таблицы разделов. Еще раз. Вот таким вот образом. если был удален первый раздел, вот в этой записи будут нули. Правильно? Если был удален второй раздел, значит, вот в этой записи будут нули. Если был удален третий раздел, в этой записи нули. Если удален четвертый раздел, в этой записи нули. То есть производите анализ. Реально надо посмотреть на табличку разделов. Далее, коллеги. После того, как вы провели анализ, допустим, вы предположив, что действительно раздел удален, подтвердили. Действительно в таблице разделов нет сведений. Могу посоветовать замечательной программке или тот же самый Paragon Hard Disk Manager, или есть замечательная программка Active Partition Recovery от производителя Active, называется Partition Recovery. Из недостатков этого и второго программного обеспечения, то есть другой платный. И вообще, коллеги, качественных бесплатных программ восстановления не существует. Привыкайте, что это все платное программное обеспечение. Причем я в более приоритетном порядке обычно использую Active Partition Recovery. В отличие от Paragon Hard Disk Manager, Active Partition Recovery гораздо быстрее работает. У Paragon есть один недостаток. Он медленно это делает. Но если торопиться никуда не стоит, то есть если некуда торопиться, то можно бы, почему бы нет. Можно попробовать. Вот так вот. Ну вот здесь я на слайдиках показал, как я работаю у Paragon. То есть в Paragon есть возможность запустить поиск удаленных разделов. Давайте попробую показать вот здесь вот. Здесь у меня нет удаленного раздела, на всякий случай. Правая кнопочка «Восстановить удаленные разделы». Запускается мастер. Ну, обычно обычный поиск запускаю. Если не даст результатов, уже можно повторить интенсивный поиск. Ничего не нашел, но у меня там и не было раздела, коллеги. На самом деле, я бы очень хотел бы это на примере сейчас этого показать, раздел, но он еще пока нужен мне в первозданном виде, не восстанавливаем. Ну, останется время, если у нас после последней темы. Я покажу, как Paragon может этот раздел восстанавливать. Я его удалю. Ну, то есть, вот вам, пожалуйста, практический пример. Тот же самый Paragon восстановить удаленный раздел. Здесь я повторять не буду. Вот в моем домашнем примере у меня действительно был удаленный раздел, и что мне показывает Paragon по результату сканирования. По результату сканирования Paragon мне показывает, что обнаружены два раздела. Есть раздел с файловой системой NTFS, есть раздел с файловой системой NTFS второй, первый с FAT. Почему два раздела, когда там был один? Коллеги, очень часто бывает, что сведения остаются даже не о последнем разделе, а о разделе, который пять лет назад, допустим, был. То есть, может оказаться так, что у вас очень давно был где-то в этом месте раздел, вы его давно удалили без ущерба для своих данных, уже давно забыли об этом, новые разделы, а потом новый раздел потеряли, но программное обеспечение может даже куски старых разделов находить. Очень важно, вот здесь правильно идентифицировать и выбрать тот раздел, который реально был последний, который вы потеряли. Потому что если вы ошибетесь и выберете не тот раздел, а какой-то древний, восстановление произойдет неверно, и данные об этом разделе будут сохранены в табличке разделов неверной, и у вас уже ничего другого не получится. А все, ну, во-первых, смотрите, вот эта диаграммка показывает их расположение, они накладываются друг на друга, они разного размера. Этот вот в этом месте, а этот в этом же месте, но большего размера. А как понять, как вы ставите? Ну, коллеги, вы правообладатель, вы же знаете, если это ваш личный жесткий диск, где у вас какой раздел был. А если это не ваш диск, если вы собираетесь деньги зарабатывать, обслуживая клиентов, перед тем, как приступить к восстановлению, возьмите тот же самый парагон и создайте резервную копию вашего, по-секторную копию вашего жесткого диска. На всякий случай, знаете ли, для того, что если вы вот здесь вот ошибетесь, у вас будет возможность из этой резервной копии восстановить и начать все снова. А как создать резервную копию? Да, у нас есть замечательный курс от компании парагон. Резервное копирование. Видите, базовый жесткий диск, дальше создать архив жесткого диска. Вот и все. То есть можно тем же хардис-менеджером это делать. Естественно, ее надо на внешний носитель положить. Не на этом же диске хранить. И у вас будет возможность, если вы выполните эту операцию неправильно, откатить из резервной копии, восстановить и уже повторить с правильным решением. Идея понятна? Ну, чтобы подстелить солом. У меня был потерян, ну, условно говоря, я-то удалял, я знаю вот этот раздел, я выбрал именно его, FAT32. И после восстановления все прекрасно, все нормально. Условие следующее, коллеги. Не надо допускать ошибки. Давайте я акцент сделаю на ошибку. Чаще всего встречаем ошибку. Пользователь пытается создать раздел снова. Вот этого делать никогда не нужно. Если раздел был удален, то есть потерян, надо пытаться его восстановить. Надо не создавать его снова. Если вы создадите снова, он будет чистым, пустым, и эти методы восстановления не придут в результат. И зачастую уже по практике могу честно сказать, коллеги, если вам удалось восстановить раздел, то он, как правило, восстанавливается в том виде, в котором он существовал на момент потери. А значит, с всеми полностью вашими данными. Это будет называться восстановление данных. То есть еще раз, вот такое программное обеспечение предназначено для восстановления удаленного раздела. Идея понятна? Сложно? Ну, надо попробовать, правильно? Ну, к сожалению, на бесплатном вебинаре мы этого не делаем. Но у вас будет возможность придать домой сегодня и напроситься к другу. Пока он вам чай будет заваривать, вы ему раздево грохнете, а потом... Ну, предварительно узнаете, быстро ли друг бегает, чтобы от него потом убегать, если не получится, восстановить, да. Ну, а если шутки в сторону, коллеги, сделайте резервную копию перед тем, как начать эксперимент. И экспериментируйте собственно удовольствием на здоровье. Даже второй диск не нужен, просто резервную копию сделайте предварительно. Коллеги, удаление раздела разобрали? Разобрали. Ну, и еще один пример. Пример чег. А восстановление раздела всегда ли гарантирует, что мы восстановим наши данные? Ну, такой вот метод, если вы его один освоите, всегда ли будет гарантирует, что вы подкованы, вы подготовлены к восстановлению. Хотите примерчик уже за номером 4? Разберем. Я пока его отоглавливать не буду, мы сейчас поймем. А что будет, если мы что сделаем? Сначала раздел отформатируем, а потом удалим. Такой же не может быть? Может быть, почему бы нет? Форматирование это создание новой файловой системы. Что происходит при форматировании? Очищаются оглавления папок, сектора перезаписываются. Ну, смотрите, коллеги. Правая кнопочка, я сейчас не буду форматировать раздел. Здесь указывается метка, она необязательная. Здесь указывается, какая файловая система будет. Здесь размер кластера по умолчанию, как правило, выбирается. А есть возможность быстро, и есть возможность полной форматировать. В чем отличие? Очень частое заблуждение со стороны пользователей достаточно часто в жизни встречаю. Пользователи говорят, это еще раз ошибочное утверждение, что после быстрого форматирования данные восстановить можно, после полного форматирования данные восстановить нельзя. Потому что полное форматирование с точки зрения этих пользователей перезаписывает сектора. Но с вами помните, условия для программных метров восстановления в начале следующего занятия поставили сектора, не надо перезаписывать. То есть, если в сектора была положена другая информация, нолики или что угодно, ваши данные потерялись, мы их уже программметодами никогда не восстановим. Так вот, это утверждение ошибочное, коллеги. И быстрое, и полное форматирование очищают лишь оглавление диска. Но сектора не перезаписывают. Поговорюсь, речь идет о магнитном жестком диске. А выбор следующий. Сектора могут быть повреждены? Могут. А если операционная система не знает, что сектор поврежден, и впоследствии в этот сектор запишет данные, прочитать она эти данные сможет? Нет. Вот разница между полным и быстрым в том, что при полном форматировании сектора проверяются на дефектность, то есть исправность. Если какой-либо сектор на этапе проверки обнаруживается как дефектный, ему флажок присваивается дефектному сектору и операционка его уже использовать не сможет. То есть мы с вами вот этот флажок не ставим тогда, когда у нас есть подозрения на исправность накопителя. Если у нас нет подозрений на исправность накопителя, то есть мы уверены, что накопитель полностью исправил, мы с вами быстрое форматирование его выполняем, экономим при этом очень приличное время, потому что полное форматирование, естественно, проверка секторов – это очень долгий процесс. Но, я обращаю ваше внимание, ни при быстром, ни при полном, с магнитного жесткого диска у нас данные не перезаписываются. Если вы после форматирования ничего нового не записали на этот раздел, уже пустой, у вас все равно есть возможность, правда не все, но большую часть данных уже восстановить. Что для этого нужно делать? Ну, во-первых, давайте все-таки вернемся. Если мы отформатировали, мы данные потеряли, а удалили раздел, мы раздел потеряли. Если мы после этого раздел восстановим, он восстановится в том виде, в котором он существовал на момент удаления, а на момент удаления он уже был пустой, правильно? Я к вопросу о том, что вот этот метод восстановления разделов, он не всегда будет давать вам результаты положительные. Собственно, в этом случае, давайте этот случай потери данных, это случай удаления данных, случайное удаление, это случай форматирования данных. Это случай ошибки файловой системы. Во всех этих случаях метод восстановления будет один. Ну, к сожалению, техка меня здесь немножечко подводит, в том плане, что диск мой не читается, чтобы это вживую показать вам. Ну, не слайдники. Давайте не будем мучить дисковат, пусть это будет на его совести. Я вам хочу порекомендовать замечательную программу, к сожалению, она тоже платная. Эта программа называется GetDataBack, GetDataBack. Есть две версии программы. Отдельная версия для файловой системы FAT и отдельная версия для файловой системы NTFS. Ну, чаще всего встречаемые две файловые системы. Из минусов платная программа. Не забывайте, что все качественная, платная. То есть, вот, собственно, теперь, как с этими достаточно простые в понимании и в работе программки. Вот, ситуация следующая. Я случайно, просто случайно взял и вот этот логический диск, вот, выбрал форматировать. Ну, так вот взял случайно, не подумал. В результате все данные, которые там были, были потеряны. Вот интерфейс программки GetDataBack. Причем там у меня была файловая система FAT. Естественно, я запускаю GetDataBack для файловой системы FAT. Старт этой программки. Ну, в принципе, сейчас, секундочку, коллеги, я посмотрю, у меня в самом начале слайдик есть. Сама первая. Представьте программки. Я вычисляю примерно, в каких диапазонах секторов у меня эти данные находились. То есть, я указываю. Ну, это чтобы не лишнее место не сканировать, потому что восстановление данных, вот такой метод, он очень-очень долго. То есть, раздел, который у меня на диске, он имеет начало и имеет конец, правильно? То есть, я вычисляю, с какого сектора он начинался и с какого сектора, каким сектором он заканчивался. А дальше? Дальше выбираю диапазон. В смысле, как его вычислить? Сейчас, секундочку, попробую показать. Вот, смотрите, в программке... Да. Вот, в программке GetDataBack, когда она запускается с самого начала, есть списочек ваших логических дисков. Подождите, это не тот слайдик? Или этого слайдика, я сюда, сейчас, секундочку. Вот. Вот он, список разделов и логических дисков. Когда мы выделяем в этом списочке нужный нам раздел, вот здесь отображается сведение о нем и будет сказано, с какого сектора он начинается на диске. То есть, здесь есть информация о секторе, который является началом этого раздела. Ну, и, во-первых, во-вторых, если раздел не удален, просто отформатирован был, нам даже вычислять ничего не нужно, просто в этом списке вы его выделяете. Это в том случае, если у нас есть полная потеря всех данных, всех разделов, и нам нужно определить место на неразмеченном жестком диске, где когда-то существовал этот раздел. То есть, когда мы все потеряли на диске. Если раздел жив, мы просто в этом списке его выделяем. Ну, давайте, собственно, по порядку. Вот как раз это просто форматирование раздела. Я выделил его вот в этом списке, тот раздел, который я случайно отформатировал. Дальше я запустил программку на сканирование, поиск. И дальше программка по окончании результата сканирования мне выдала вот этот результат. Я кнопочку на экспорт, собственно, нажимаю и вижу в целости и сохранности все, что у меня было на этом диске доформатирование. Единственное условие следующее. Иногда при некоторых обстоятельствах, для некоторых файлов систем, мы название вот этой корневой папочки потеряли. То есть, оно будет стерто. Но все содержимое папок у вас останется живо и здорово. То есть, условие следующее. Вы ни при каких обстоятельствах после форматирования ничего не должны класть нового в этот раздел, не перезаписывать сектор. Программка очень хорошая. Еще раз, принцип следующий. Запускаем GetDataBack. Да. После форматирования, чтобы начать пользоваться вот этой программой, GetDataBack. Да. Мы сначала его устанавливаем на жесткий диск. Да. Или загружаете с аварийного диска. Эту программку можно с аварийного диска загружать, подготовить диск аварийной загрузки. Загружаем на сам диск. Нет, нет, не обязательно. Это можно быть флешкой, CD-ROM. Но мы, опять же, смотря откуда вам нужны данные. Если мы представляем ситуацию, когда вы не просто разделы сформатировали, а потеряли все данные, сведения о разделах потеряны. То есть, чисто неразмеченный диск. Естественно, чтобы вам установить под операционку, надо сначала операционку установить. Это не выход из положения. Во время установки операционки вы сектора начнете перезаписывать. Нет, вы берете, подготавливаете аварийный диск, с него загружаете компьютер, и чтобы с него запускалась вот эта программа. Вот это вы делаете. Как? Но вот эта программа будет запускаться с диском или... С CD-ROM. С CD-ROM. Да. Не с жесткого диска, а с CD-ROM. Или с флешки, в зависимости от того, какой аварийный диск вы для себя подойдете. Для этого нужно просто диск аварийной загрузки. Диск аварийной загрузки. Образы подобных дисков в интернете готовы уже есть. Поищите просто, выберите то, что вас устроит, и используйте его. Так, а плюс там должна быть программа, да? Просто, ну, если установить программу, то как... Я, давайте, закончим сейчас название этого диска соответствующей, я думаю, намек. Чуть позже, хорошо? То есть, логика еще раз следующая. Мы отформатировали раздел, запустили GetDataBack, выбрали этот раздел. Если он жив, а мы отформатировали, его не убили, запустили сканирование. После сканирования нашли все наши файлы. Вот у нас результат, все наши файлы живо и здорово. Вторая ситуация. Вы отформатировали и удалили раздел. Вот здесь вам придется вычислить его что? Границу. Ну, как уже вычислять границу, я сказал. Вот в этом списке предыдущий раздел выделяете. Он нам показывает границы предыдущего раздела, где предыдущий заканчивался, окончание предыдущего и начало следующего, это соседний сектор. А так вы определяете границы. Просто, чтобы не сканировать весь диск, нужно определенное место вот здесь вот выделить, чтобы сократить время. И опять же, если данные не перезаписывались, вы их полностью восстанавливаете. Коллеги, программ для восстановления вот этих удаленных данных очень много. Есть Active Unrace, Undelete, извините. Есть ReCube, есть AirStudio программ. Их очень много. Но среди всех программ, на мой взгляд, одна из самых мощных – это GetDataBank. Она, конечно, не панацея. Она не будет вам на 100% гарантировать полное восстановление. Все зависит от многих уже второстепенных факторов, но она самая мощная. Вот вам, пожалуйста, и последний метод. Метод, когда мы случайно потеряли, случайно отформатировали, случайно удалили эти данные. Вот эта программка, она будет универсальна уже для этих случаев. Вопросы есть, коллеги? Ну что, коллеги, к сожалению, время нашего занятия коротенького заканчивается. Мне хотелось бы пожелать вам успехов в дальнейших уже самостоятельных попытках. И более того, я все-таки настоятельно предлагаю вам приходить на наши курсы. Курс диагностика и ремонт жестких дисков. Восстановление данных много, кроме восстановления. Ничего интересного я вам гарантирую, по диску узнаете. Узнаете, как он умеет самоуничтожать данные. Узнаете, как установить пароль на жесткий диск, который нельзя взломать. Узнаете, как вы будете поступать, когда жесткий диск блокируется, если вы пять раз пароль ведете неправильно, как кредитная карта в автомате. Узнаете, как можно предсказать дату отказа жесткого диска. Эти вещи тоже в этом курсе. Желаете научиться диагностировать железо? Рекомендую, подумайте о курсе технического обслуживания и ремонта. Приходите, это тоже нужно. По обслуживанию ноутбуков есть отдельный курс. По сборке компьютера, по выбору грамотного железа есть тоже отдельный курс. Курс Imagine. Приходите, и будет приятно с вами здесь уже встречаться. Удачи в вашей дальнейшей работе. Всего доброго.